Всем привет, вы на канале АВА. Сегодня в нашем обзоре, топ 15 лучших автомагнитов. Что может быть лучше, чем передвигаться по городу за рулем собственного автомобиля под любимую музыку? Включить понравившуюся радиостанцию или целый ряд избранных треков на фляж, накопители? А может, погрузиться в Олдску, запустив хиты на дисковых носителях? Сегодня все эти вопросы легко решаются с помощью функциональных автомагнитов. Но, приобретая личный автомобиль, люди часто сталкиваются с отсутствием в нем проигрывателей. Также нередки случаи замены старых автомагнитов на более новые, что непременно сводится к тому же выбору. И начинает наш топ из лучших автомагнитов типа размера 1 Дин, у Т-72БТ. Оптимальное соотношение цены и качества. Практически все пряники от пользователей достались автомагнитоле Alpine у Т-72БТ. За приятное качество звучания и соответствующую ему подсветку. Действительно, звук, генерируемый управляющей панелью, получается чистый и живой, без искажений. И заикание на неровных дорогах исчезает гудение в динамиках на высоких и близких к ним частотах. В целом продукт очень хорош, однако нареканий не избежал. В частности, многие автолюбители отмечают непростительно ненадежный Bluetooth и повреждения аудиофайлов при проигрывании. Встречается такое не на всех моделях линейки. Тем не менее прецедент имеется. Достоинство. Недорогая модель. Отличное качество воспроизведения звука. Приятная подсветка. Недостатки. Bluetooth соединения. Малый радиус действия и плохое качество установленной связи. На некоторых моделях наблюдается спонтанное повреждение файлов при проигрывании. Следующая. Convood KMM361SD. Линейка автомагнитола от Convood довольно давно занимает ведущие места в сегменте рынка моделей 1DIN. Достойным представителем производителя, хотя и со своими странностями, является магнитола Convood KMM361SD. Странность ее заключается в том, что управление USB форматом, очевидно одним из наиболее популярных, производится посредством стекона панели. Причем до нужного слота необходимо еще дощелкать. В то же время совсем не нужный подавляющему большинству автолюбителей iPad профиль управляется кнопкой, вынесенной отдельно от всего остального. Крайне неразумно, но таков замысел конструкторов. Из положительных моментов следует отметить богатство поддерживаемых форматов, вариативность дизайна и высокую надежность. Достоинства. Исправно играет даже при больших отрицательных температурах. Оптимальная цена. Высокое качество сборки. Вариативность дизайна. Недостатки. Совершенно ненужная кнопка управления iPad профилем на основной панели. Отсутствие таковой для USB. Следующая в обзоре, PIONEER DX9600BT, автомагнитола, выходящая за рамки бюджетных моделей, оснащенная всем необходимым для продуктивной работы. Помимо обладания практически отошедшим CD-приемником, она поддерживает воспроизведение треков с USB-накопителей, устройств на платформе iOS и других девайсов посредством установления Bluetooth-соединения. Пиковая мощность, выдерживаемая PIONEER DX9600BT, составляет 50 Вт. На 4 источника звука, по нынешним меркам не самый топ, однако качество звука на высоте. В актив модели можно также занести приятное оформление, построенное на канонах фирменного стиля компании, а также информативное меню и удобство тонкой настройки. С точки зрения соотношения цены и качества, PIONEER однозначно входит в число лучших автомагнитол типа размера 1 Динь. А какие автомагнитолы 1 Динь на ваш взгляд лучшие? Оставляйте комментарии в описании. Перейдем в следующую категорию, лучшие автомагнитолы типа размера 2 Динь. Начнем пожалуй, с Alpine GDW296BT. Автомагнитола Alpine является эталоном по части звучания, за что удостаивается стабильного спроса в среде отечественных любителей качественного автозвука. Обладает 9-полосным эквалайзером, имеет быструю навигацию по данным и регулировку тембра для добавления низов и верхов отдельно взятым композициям. Ради удобства автовладельца Alpine GDW296BT может оснащаться рулевым джойстиком дистанционного управления, меньше отвлекающим от управления авто. К недостаткам модели можно отнести плохую оптимизацию системы под воспроизведение треков с русскоязычными тегами. Из-за ошибки их чтения многие музыкальные композиции попросту не производятся. Второй минус заключается в нерациональном использовании поля дисплея. На нем умещается только 8 символов, после чего включается скроллинг. Следующая в обзоре, Kenwood DPX5000BT, эффектная магнитола для автомобиля, отличающаяся расширенным функционалом и обилием элементов на лицевой панели. Судя по отзывам потребителей, Kenwood DPX5000 оставляет приятные впечатления по качеству звучания, что достигается благодаря 13-полосному эквалайзеру и 50 Вт мощности на каждом источнике звука. Читает все известные форматы аудио, начиная от CD и заканчивая Flex и IC. Несмотря на выше отмеченное обилие мелких деталей на панели и меню дизайн DPX5000BT, это нельзя назвать испорченным. Все объединено в логичные микроблоки и выполнено в черно-синей цветовой схеме. Kenwood отличается умением делать эффектную внешку, удачно сочетая ее с хорошими эксплуатационными характеристиками. Безусловно, одна из лучших автомагнитов на данный момент. Следующая в обзоре, GVC-KWR520. Недорогой и предельно простой в обращении девайс, достойный представитель компании-производителя. Не имеет в своем составе ничего лишнего, поэтому потенциально, и на деле, отличается высоким показателем надежности. Воспроизведение звука по качеству высокое, показатели выше могут быть разве, что у топовых моделей этой категории. В частности, пользователи отмечают светомузыкальную подсветку. Светоприставление в затемненном салоне, вечером или ночью, просто на высоте. Поддерживает USB. Не признает Bluetooth. Имеет разъем под сопряжение с iPad, iPhone. В общем, весьма добротная модель, заслуживающая права называться одной из лучших в классе. Достоинства. Выгодная цена в сочетании с хорошим качеством. Высокий показатель надежности. Возможность выбора цвета подсветки. Удобный интерфейс управления. Недостатки. Недостаточное количество полос эквалайзера. Всего три. И заканчивает эту категорию, Peony RF-X730BT. Одна из лучших автомагнитов по характеристике звучания. С этим компонентом у Peonyr никогда не было проблем, разве что бракованные девайсы. Однако Peony RF-X730BT переплюнул большинство передовых моделей проигрывателей, разработанных компанией. Вне зависимости от того, каким образом воспроизводятся треки, посредством системы Bluetooth, USB или AUX, звук остается чистым и приятным. Чем не могут похвастать большинство конкурирующих автомагнитов. Добавляет солидности традиционный 13-полосный эквалайзер, благодаря которому можно производить тончайшую настройку sound. Составляющий, впрочем, именно за это качество пользователи любят и ценят. Модель FX730BT. Достоинство. Великолепное качество воспроизводимого звука. Наличие 13-полосного эквалайзера. Выгодная цена. Высокое качество сборки. Приятное оформление. Недостатки. Иногда попадаются бракованные магнитолы. А какие автомагнитолы 2.1 на ваш взгляд лучшие? Оставляйте комментарии в описании. Следующая категория. Лучшие автомагнитолы с сенсорным дисплеем. И начнем мы, с мастерей MDD6240S. Если вам необходима бюджетная штатная автомагнитола с усредненными параметрами, сенсорным экраном управления и возможностью воспроизведения видеофайлов, то мастерей MDD6240S созданы специально для вас. Качество организации меню и общий внешний вид хороши, однако звуковые характеристики оставляют желать лучшего. Это тот случай, когда все зависит от профессионализма автолюбителя. Смог придумать, как подобрать идеальные настройки звука, наслаждаясь приятной игрой. Еще один недостаток кроется в скорости доступа к информационным хранилищам. Считывание файлов будет тем медленнее, чем более заполнены карты памяти или дисковые накопители. Несмотря на все эти проблемы, автомагнитола способна стать хорошим дополнением к салону вашего личного авто. Достоинства. Оптимальное, с точки зрения пользователей. Соотношение цены и качества. Адекватное меню, местами не переведенное на русский, но и без этого понятное, приятный внешний вид. Недостатки. Посредственное качество звучания. Возникают проблемы с осчитыванием файлов заполненных носителей. Следующая в обзоре, Peony R-SP Hada 120. Посредственная система GPS-навигации великолепные мультимедийные возможности. Именно так можно охарактеризовать выдающуюся модель автомагнитолы Peony R-SP Hada 120. Она создана специально для тех, чья жизнь тесна и неразрывно связана со своим смартфоном. Достаточно просто подключить гаджет к магнитоле посредством блуэта от гарнитуры или через USB-Port. И наслаждаться любимой музыкой с огромным запасом громкости. При воспроизведении аудиофайла на диспле выводится вся известная информация о текущем треке. Также присутствует возможность управления магнитолой путем голосовых команд, используя специальные программы. Увы, но у всего этого великолепия есть один существенный недостаток. Высокая базовая стоимость. Достоинства. Звук великолепного качества. Исчерпывающее количество аудионастроек. Наличие GPS-навигатора. Высокое качество сборки. Совместимость со смартфонами на платформе Android. Недостатки. Высокая цена. И последнее в этой категории. Prology DVS-265T автомагнитола с высоким значением пиковой мощности, которая придется по душе любому меломану. Качество звука высокое, равно как и общая конструктивная надежность. Пользователи единодушно говорят об удобном интерфейсе и легкости настройки. Система не тормозит даже при чтении файлов с полностью забитых носителей, USB-накопителей, SD-карт или дисковых хранилищ. Более того, в нее вшиты декодеры от Dolby Digital, которые обеспечивают стабильную дешифровку мультимедийных данных. К основательному набору функций без серьезных нареканий добавляется приемлемая цена. И, исходя из этого, Prology DVS-265T способна стать идеальным выбором для комплектации личного авто. Достоинства – высокое качество звучания, надежная сборка, приятный и понятный интерфейс, хороший сенсор, система не тормозит при чтении загруженных носителей. Недостатки – не выявлены. А какие автомагнитолы с сенсорным экраном на ваш взгляд лучшие? Оставляйте комментарии в описании. Перейдем в категорию «Лучшие автомагнитолы с выдвижным экраном». И начнем с – GVC KW-230BT. Сделав упор на технологичность образа, GVC постаралась создать сбалансированный девайс в красивой упаковке. Получилось неплохо, однако без нюансов, приглянувшихся дотошным потребителям. Не обошлось. Но сначала о хорошем. Детализация меню, управляемого сенсорным экраном, показалась потребителям очень уместной. Разделы помечаются большими иконками, по которым легче попадать при манипуляциях. За рулем. Звучание также порадовало слух. Номинальная мощность KW-230BT составила 4 по 22 ватта, а пиковая получилась в два раза больше – 4 по 50 ватт. К числу недостатков потребители отнесли нестабильность работы системы и малое разрешение экрана. 800х480 пикселей при диагонали 6,2 дюйма. Если второе можно списать на то, что приоритетом пользовались другие аспекты модели, то первое представляется очень серьезным упущением со стороны команды разработчиков. Благо, что глюки и фризы встречаются лишь на небольшой партии изделий. Следующая в обзоре – Prology MDD720. На удивление сильная модель автомагнитола от компании Prology, показывающая высокие кондиции. По основным параметрам оценивания, работает с наиболее худовыми форматами Audio, MP3, VMI и Video, MP4, DVD-видео, щитовая их с дисковых носителей, USB-флешек и устройств Apple. Располагает встроенным 7-дюймовым экраном с разрешением 1440х234T. Имеет инфракрасный пульт, через который удобно осуществлять управление как самому водителю, так и сидящим в салоне пассажирам. Внешний вид Prology MDD720 также достоин упоминания. Сочетание преобладающего серого и призванного подчеркнуть основу зеленого всегда выигрышно, однако с деталировкой Prology оно приобретает большую изысканность. Максимальная мощность автомагнитола составляет 50 Вт на каждый из источников, что придает красивой коробочке и внушительное звучание. Это один из лучших представителей из своей категории, стоимость которого не превышает среднерыночную. И завершает эту категорию Pioner AF3800DVD. Пионеры в очередной раз доказали первоклассность своего производства, выпустив в свет автомагнитолу AF3800DVD. Идеальный дерзкий девайс получил очень высокие оценки от потребителей, которых поразило количество читаемых форматов и внешне технические аспекты. Он содержит в себе целых 4 выхода на другие элементы акустики, 3 преамп, тыл, фронт и сап. И один композитный на видео, благодаря чему система может подвергаться значительной модернизации. Имеется возможность подключения к рулевому джойстику, который необходимо приобретать отдельно для более комфортного управления. Pioner AF3800DVD полностью оправдывает свою стоимость, однако общее впечатление несколько портит. Слабенький дисплей. Потребители были вправе ожидать чего-то большего, чем 800H480P при диагонали в 7 дюймов, но остались довольны содержанием и списали этот нюанс на возможности дальнейшего улучшения. А какие автомагнитолы с выдвижным экраном на ваш взгляд лучшие? Оставляйте комментарии в описании. И в заключительной категории, лучшие автомагнитолы премиум класса. Начнем с Pioner AF3800BT, дорогостоящая модель автомагнитолы, сохранившая в себе целую гамму стандартных пионеровских косяков, но неизменно идущая в числе первых лидеров по продажам. Первым преимуществом Pioner AF3800BT над подавляющим большинством конкурентов заключается в по-прежнему стильном дизайне, отлично вписывающемся в любой интерьер. Кроме того, потребителям очень нравится обилие возможностей. Индивидуальные настройки проигрывателя под себя минус тот аспект, который удается Pioner лучше всего. К числу раздражающих факторов пользователи AF3800BT отнесли постоянные перезагрузки магнитолы по факту запуска двигателя. Система умирает примерно на 10-15 секунд. Не порадовало и качество поддержки камеры заднего вида. Присутствуют помехи и фризы изображения, что очень сбивает при совершении парковки. В целом, девайс получился хорошим, однако в премиуме устранить наследственные неурядица все же не мешало бы. И завершает наш обзор Alpine EVE W585BT. Пускай Alpine пользуется несоизмеримо меньшей популярностью, чем те же девайсы от Pioner, однако уровень их оптимизации зачастую оказывается гораздо выше. И в EW585BT это тот редкий случай, когда абсолютно все характеристики автомагнитола импонируют потребностям потребителей. Звучание на редкость чистое и громкое, обусловленное мощностью головы в пределах 50 ватт на 4 динамика. Поддерживаемых форматов, равно как и читаемых носителей, огромное количество. Но самое главное преимущество заключается даже не во внешке, а в качестве приема сигнала с камеры заднего вида. Никаких фризов и зернистости на картинке за все время использования модели пользователями обнаружено не было, что указывает на исключительно качественную работу с проводниками и приемником. При столь серьезной цене Alpine EVE W585BT смогла предложить рынку действительно удачный продукт, лишенный серьезных недостатков и проблем с оптимизацией системы. А какие автомагнитолы премиум класса на ваш взгляд лучшие? Оставляйте комментарии в описании. Мы надеемся вам понравилось, и вы оцените это видео, нажав на лайк. Подписывайтесь на канал АВА. Это был обзор ТОП-15 лучших автомагнитол. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Всем до встречи!